Всем привет! С вами BI-Consult. Сегодня мы рассмотрим несколько ошибок использования Clicksense. Начнем с визуальной части. Здесь в демо приложении видим расчет простого отчета с использованием функции if в составе функции агрегации. Все бы ничего, то есть мы получаем нужный результат, но дело в том, что функция if она работает следующим образом, что сначала она рассчитывается для каждой записи и только потом осуществляется агрегация. Альтернативно этому можно использовать set-анализ, который работает по совершенно другой логике. Изначально он отбирает записи из источника и только затем срабатывает функция агрегации. Но мы видим, что в этом результате мы опускаем нулевую строку. Допустим, если она нужна, то в этом случае можно что-то придумать и получить ее. Собственно, мы видим, что результаты равноценны, но в случае с использованием set-анализа. Если посмотреть на количество обрабатываемых строк, то видно, что функция if обрабатывает их 36, set-анализ обрабатывает 24. Это демо приложение и здесь всего 36 строк. Когда речь идет о сотнях, тысячах или миллионах или даже миллиардах строк, то эти затраты становятся очевидно более ощутимы. Следующий кандидат это функция agar, которая является достаточно мощным инструментом в арсенале Clicksense, но с ней важно не переусердствовать и не начать ее использовать в тех местах, где это не требуется. Не требуется по логике вещей. То есть мы видим, что слева отчет посчитан с помощью функции agar, но по сути он считает простое среднее, которое можно получить с помощью простых функций агрегации, не прибегая к функции agar. Сложность agar в том, что при ее использовании Clicksense формирует в памяти так называемую виртуальную таблицу, то есть это дополнительные затраты на процессор, на оперативную память и соответственно на время ожидания расчета. Также функцию agar можно использовать для получения неких агрегатов в составе сводной таблицы, допустим. На правом отчете виден пример использования функции agar для расчета значений в различных измерениях. Это может показаться логичным в некоторых случаях, но тот же самый результат можно получить с помощью ключевого слова total. Таким образом мы сэкономим ресурсы сервера Clicksense. Смотрим дальше. Дальше речь пойдет вкратце об однопоточных и многопоточных вычислениях. На отчете мы видим, что в разрезе месяцев и лет вычисляется сумма произведения. Посмотрим следующий отчет. Здесь вычисляется та же самая сумма измерения, но разница в том, что в левом отчете расчет выполняется в так называемом однопоточном режиме, а в правом отчете расчет выполняется в многопоточном режиме, ввиду того, что... Посмотрим на модель данных. В левом отчете произведение amount на season factor, в правом отчете произведения amount на joint season factor. Смотрим модель данных и видим, что поле amount и joint season factor находится в одной таблице, а season factor просто... season factor находится в другой таблице. Таким образом левый отчет у нас работает в однопоточном режиме, потому что перед тем, как выполнить это вычисление click sense сначала производит построение комбинации всех необходимых значений полей amount и season, и эта операция однопоточная. И только потом вычисляет агрегацию, но сама агрегация операции уже многопоточная. В правом отчете у нас поля сразу находятся в одной таблице, и поэтому все вычисление оно многопоточное, которое хорошо распараллеливается и работает, что называется, в оптимальном режиме. Смотрим дальше. Немного об однопоточных и многопоточных вычислениях и почему это важно. Посмотрим два простых отчета, которые отличаются только тем, какие поля участвуют в вычислении. Если заглянуть в модель данных, то легко увидеть, что поле amount и joint season factor находится в одной таблице, а поле просто season factor находится в связанной таблице. Из-за этого возникает следующий нюанс. Левый отчет, он считается в два захода, первый из которых является однопоточным. Это вычисление или поиск всех комбинаций значений данных полей и затем выполняется функция агрегации, которая уже многопоточная и хорошо распараллеливается. Правый же отчет, он считается полностью в многопоточном режиме, соответственно это является более оптимальным с точки зрения идеологии ClickSense. Идем дальше и с интерфейса переключимся на разработку, на разработку скрипта в данном случае. Посмотрим скрипт демо приложения, в котором увидим установку неких переменных, загрузку данных из, будем говорить, источника, некую трансформацию, в данном случае она весьма простая. Это простое объединение данных, некую служебную информацию, ну и отчистку переменных, выход из скрипта. Все это успешно работает, однако в реальных задачах, в реальных проектах, во-первых, источников может быть ни один, ни два и даже не десять, во-вторых, количество данных в этих источниках может быть огромное. На загрузку этих данных может уходить весьма много времени, не говоря о трансформации, которая может занимать еще больше времени. Соответственно держать и загрузку данных, и трансформацию данных, и интерфейс пользователя в одном приложении, это не очень экономично с точки зрения разработки. Соответственно есть способы, как от этого избавиться. Посмотрим копию данного демо приложения. В нем все также остается установка переменных. На этапе загрузки мы видим следующие изменения. Во-первых, добавили комментарии, которые будут показываться по ходу исполнения скрипта, что удобно. Во-вторых, наши данные из источников мы сохраняем в файл, удаляем таблицу, поскольку в загрузчике так называемом сами таблицы не нужны. На этапе трансформации делаем то же самое, только данные берем из ранее сохраненных источников. В данном случае это QVD файлы или QData файл. Затем выполняется трансформация и также сохраняем уже трансформированные данные в нашу папочку. И то же самое делаем для дополнительных данных в рамках нашего приложения и выходим из скрипта. Запустим скриптное исполнение и обратимся к нашей папке, в которую должны начать сохраняться данные. Сохранились данные таблицы amounts. Можно ее специальным приложением открыть, посмотреть и так далее. То есть данные вот они сохранились. Full amounts это уже трансформированные данные. Таким образом мы загрузили данные, трансформировали и сохранили их и можем обратиться к ним уже не прибегая к нашим источникам, которые первоначально были использованы. И за счет этого наше приложение конечное может состоять из довольно простого скрипта, который загружает в данном случае просто-напросто все три таблички. Посмотрим как это работает. Сейчас ClickSense обращается к вот этим файлам как к источникам данных. Выполняется загрузка, причем она выполняется в так называемом оптимизированном режиме. И результат в конечном приложении мы видим, что данные также считаются без каких-либо проблем. Но с улучшенным скриптом загрузки. Дальше посмотрим, каким образом можно еще оптимизировать процесс загрузки и расчета данных. Сделать это можно за счет того, допустим, если взять оплаты, некие суммы. Видно, что они уложены по годам. Когда данных много, соответственно, как-то их нужно разделять. В частности, это часто делается по периодам. Данные группируются и складываются отдельно по годам, по месяцам, по дням, по минутам и так далее. В зависимости от объема, в зависимости от задач. На этом простом примере посмотрим, как этого можно добиться, как к этому можно прийти. Смотрим заранее подготовленный пример скрипта. В нем выполняется также загрузка данных из нашего демонстрационного источника, а затем в цикле по периодам, в данном случае по годам, делается отдельная таблица для каждого года, сохраняется, удаляется и так для каждого источника, где есть даты. В данном случае такая таблица одна. И трансформация также делается по годам. В данном случае сделано довольно просто, хотя в реальных задачах, конечно же, рамки, временные рамки приходится вычислять и рассчитывать. Ну, посмотрим, как это работает. Запустим наш скрипт на исполнение. Обратимся опять же к папке с данными. И в ней, как видим, появилась сначала таблица amount, где данные сложены по годам, 19 год, 20 и так далее. А затем по итогу трансформации появилась таблица full amounts, где данные также сложены по годам. Соответственно, такие данные можно использовать по своему усмотрению. Например, в приложение можно загрузить не все данные, там, допустим, не все годы. Мы хотим видеть только 20 и 21 год. Соответственно, можем взять только их. Ну, либо по какой-то еще дополнительной логике. Этот период может быть определен, рассчитан и данные для него могут быть загружены в приложение. Видим, что загрузился только 20 и 21 год. Переходим к первому отчету и здесь видно, что в поле год есть только 20 и 21 годы. Таким образом, мы, во-первых, сформировали данные, которые уложены по периодам. И эти данные мы можем отдельно взять, с ними поработать, не нагружая излишние ресурсы нашего сервера, наши источники и так далее. Дальше хочется рассказать о ряде нюансов, связанных также с разработкой. В частности, такой кейс, допустим, мы взяли наши источники, сохранили их успешно в QVD файлы и построили несколько пользовательских приложений с отчетами, которые используют уже конечные пользователи. В случае, когда нам, допустим, нужно в алгоритмах трансформации что-то поменять, испортить эти файлы может быть рискованно тем, что пользовательские отчеты, что называется, поплывут и пользователи увидят не те цифры, которые должны. Избежать этого можно посредством разделения областей хранения, условно говоря, выделения отдельной папочки для разработки и для тех приложений, которые уже опубликованы и используются пользователями. Сделать это можно достаточно просто. Возьмем наше демо-приложение, тот скрипт загрузки и трансформации, которые сохраняют данные уже по периодам. В нем мы уже намеренно использовали название переменной. В эту переменную записывалось значение пути к папочке демо. Если в этот путь добавить, допустим, тест дата, то данные будут сохраняться уже не в корень папочки демо, а во вложенную папку тест дата, в которой будут находиться пересчитанные данные. При этом данные в папке демо, которые, допустим, уже используются для построения пользовательских приложений, они останутся нетронутыми. Соответственно, мы максимально снизим риск того, что пользовательские отчеты как-то поедут. И, соответственно, в нашем приложении конечном мы можем использовать данные из этой же папки. Но здесь в этом скрипте менять ничего не приходится, потому что в переменной уже задан нужный нам путь. Соответственно, мы эти данные можем взять и использовать. Следующий аспект разработки, о котором хочется сказать, это именование полей. Как мы видим, в скрипте и в наших итоговых файлах название полей приведены, ну скажем так, так как было в источнике. И если ничего не поменять, то по итогу загрузки в конечном приложении пользователь по умолчанию будет видеть название, ну скажем так, из источника, которые не всегда могут быть человекопонятны и даже понятны вообще. Что можно с этим делать? Клик позволяет, как многим, наверное, известно, переименовывать поля в нужном варианте. Допустим, здесь мы можем назвать месяц. Это можно сделать таким образом напрямую в операторе загрузки. Также можно применить механизм, встроенный вот такой оператор Rename Fields и Mapping таблицу, которая ставит соответствие существующее название и новое название поля. Давайте загрузим данные с переименованием полей и посмотрим, что получилось. Здесь на первом листе приложения специально сделана копия была. Видим, что названия полей стали русскими, понятными. Соответственно, пользователю от этого будет проще работать с данными в приложении. Но также такой же механизм можно применить и при загрузке данных из источника, хотя это делается, скажем так, редко. Чаще переименование делается на этапе все-таки трансформации, то есть при трансформации данных мы можем поля сразу уже в QED файлах переименовать так, как нам нужно и тогда пользователи, которые обладают лицензией разработчика, смогут обращаться к нашим QED файлам, которые мы заранее постарались, подготовили и собственно видеть те названия полей, которые были заданы на этапе создания файлов. Разумеется, Кликсенс позволит им здесь переименовать им так, как нужно, но в исходном QED файле поля можно назвать уже наиболее понятным образом для бизнес-пользователей, что, разумеется, облегчит им процесс освоения Кликсенса и работает с ним, как с конечным продуктом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok